приветствую вас дорогие тельцы этот расклад будет для вас для тех у кого отношения на расстоянии или странные или вы много не знаете о человеке сомневаетесь может быть вы никогда даже не встречались так называемые онлайн отношения может быть вы знакомились и общались через я не знаю сайт знакомств возможно этот расклад прояснит что-то для вас я буду делать кельтский крест и он будет показывать позиции о том как человек думает и что он чувствует о вас какая у него ситуация в данный момент конечно же это не для всех это кое для кого для некоторых из вас дорогие тельцы и тема такая расстояние или странные отношения тайна или знаете может быть вы общались и поссорились и вы теперь вообще не общаетесь такое тоже бывает в центре событий лежит хорошая карта достижений вообще это не цветочек на это у нас четверка жезлов когда четыре кошечки водят круг хоровод но как бы может быть даже и колдует может быть что-то хотят и воспроизвести что-то создать и у них это получается потому что огонь они поддерживают огонь горит вообще не только в этой колоде но и во всех четверках часто бывает огонь или остатки огня то есть это очаг то есть это что-то что вы имеете что еще горит и теплится что еще а может ну на нем можно еще приготовить до что-то и не только для себя здесь есть какая-то связь которая держит вас и довольно прочно четверка это устойчивая энергия до энергия желания быть вместе то есть у него есть желание быть с вами быть вместе что пересекает а пересекает возможно незаконченный процесс какого-то цикла который у этого человека происходит то есть он вот как эта кошечка наполовину только переродился а наполовину нет и явно что он переходит уже в другой какой-то уровень или стадию сознания или осознание себя вас своего места в этом мире может быть человек а думает о том чтобы он как бы ему поменять место своего жительства место работы потому что у него закончился довольно таки большой цикл здесь может быть так что он знает что он у него заканчивается но человек еще не может вырваться из этой ситуации из какой-то ситуации прошлого мы сейчас посмотрим для кого и как и что потому что человек может быть даже прочно погряз в какой-то прочной устойчивой ситуации своей без вас или это может быть его семья не обязательно это жена и дети это может быть его родители также то есть человек может быть чего-то ожидает каких-то перемен какого-то как бы шага который был бы не окончательный достиг бы чего-то ну как бы середины пути то есть как бы явно здесь человек стоит на середине пути и сказать что у вас все закончено здесь я не могу здесь есть еще какие-то вещи которые вам придется разобраться и здесь может быть даже 50 на 50 что вы будете вместе процентов 50 на 50 вот так по двум первым картам что в центре стоит ну скорее всего да потому что видите подсознание у человека доверие вы доверяете ему если то он доверяет вам однозначно если у вас здесь есть какие-то какой-то элемент недоверие то человек уверен что а вы для него являетесь я бы не сказала парой точно но однозначно он вас влюблен да то есть может быть он вас еще не так хорошо и знает но здесь говорится о первых чувствах влюбленности когда вы вместе рядом сесть в лодочку готовы и поплыть об своих чувствах по реке чувств готовы здесь все светло ясно понятно чаши да вино здесь даже не так романтично кажется как вот не под луной да они сидят они как раз на белом свете то есть здесь люди выходят там и желают быть видными а для своего социума для каких-то кругов для родственников для друзей то есть они здесь не скрывают то есть у него есть такое желание не скрывать то есть скрывать ему похоже не нравится если вам и пришлось что-то скрывать или что-то не досказывать или есть что-то недоделанные преграды этому человеку это не нравится ему нравится когда все гладко когда все кусочки пазла сошлись когда картина целое написано то есть человек привык похоже завершать что-то и потом начинать новое похоже он находится в таком состоянии завершения чего-то но вот здесь выпадает нам очень многим сейчас выпадает вот такой приезд уезд такой рыцарь который скачет это было в прошлом то есть человек может быть любитель поездок может быть этот человек любитель быстрой езды просто на машине человек который любит быстрые отношения короткие может быть и скорее всего в этом то он и меняется возможно человек уже напрыгался до через эти пропасти и конечно ему хотелось бы потому что в центре стоит вот такая вот такое огромное необъяснимое может быть и желание остановиться и создать что-то свое именно создавать вместе да вместе потому что вот этот цикл хождения пауком да он уже у этого человека прошел то есть он понимает что все что было как было раньше невозможно вернуть хотел бы он сделать что-то прочное пока здесь у него есть возможно только желание и тот факт что он поменялся до что у него прошел какой-то большой жизненный цикл завершился ну и конечно вот здесь теплится у него это желание которое направлено к вам то есть чувство здесь здесь не действие еще дан здесь чувство у человека есть к вам очень теплые чувства вы дополняли как бы друг друга да когда вы были вместе дополняли вот возможно здесь была и у вас и ссора и размолвка по поводу неожиданных перемен в характере этого человека или в поведении может быть он так себя вел что вы когда-то какой-то момента поставили точку или для себя или для него и а остановили вот этот процесс хождение туда-сюда в голове у этого человека здесь король нет это королева еще королева пентаклей то есть я думаю что это конечно вы а если это не вы им то этот человек может быть находится в отношениях да у него есть в голове какая-то женщина женщина это обычная жена если мы говорим здесь о мужа и жене в этой ситуации когда вы расстались и это ваш бывший муж например да или жена то этот человек готов что он поменялся то есть он готов сохранять свой семейный очаг если это человек ваш муж да если нет то здесь говорится о том что ему очень трудно покидать те круги где он был раньше и социальные круги и семейный круг я бы сказала здесь не обязательно здесь похоже что он стоит перед перед вопросом вообще может быть даже переезда может быть ему не нравится место куда ему нужно переезжать чтобы быть с вами то есть ему не нравится какая-то ситуация может быть у него денежная проблема то есть не может человек сорваться с одного места и попасть в другое то есть он хотел бы быть с вами но здесь он держится пока твердо за свой бизнес за свою работу здесь может быть что человек ничего и не делает потому что у него хорошо все спокойно на его месте с точки зрения денег любовь есть какие-то чувства есть но колыхать вот этот вот эту лодочку он бы не хотел двигать и он бы ее не хотел да то есть это только чувство нужно понимать что здесь нет никаких обязательств обязательства где-то у этого человека есть может быть какой-то как раз королеве пентаклей и есть эти обязательства что будет в ближайшее время ну наверное он все-таки появится потому что здесь рыцарь и еще такой рыцарь чаш который искренний который спа может быть с опущенной головой может быть по человек будет просить прощения или объяснять что он изменился как он поменялся как он вас любит то есть он конечно романтичный здесь человек то есть донесет он вам эти свои чувства опять может быть в очередной раз почему говорю очередной раз не раз вы с ним наверное расставались или хотели расстаться рыцарь жезлов по обратную сторону смотрит вы уже может быть от этого и отказались здесь выпадает старший от к старший аркан здесь отшельник я так понимаю да человек который взял лодочку он положил свои все все принадлежности и находится в одиночестве ищет свой внутренний свет очень духовный может быть эзотерически подкованный то это так он думает о вас он думает о вас как о человеке который будет там на месте где вы есть будет ждать будет верным будет мудрым будет там ну какой-то такой своей душой то есть он считает вас на каком-то уровне своей душой кусочком своей души а может быть даже отдаленным от реальной жизни потому что здесь в каких водах непонятно вы плаваете в водах осознание но явно здесь не воды любви человека который занят может быть каким-то своим делом высоким служением чему-то она не может быть не в реальной жизни то есть изучением здесь может быть он думает что вы очень образованный или же у вас очень много знаний в общем он смотрит он на вас как может быть даже где-то и на духовного учителя как он на вас смотрит но он не опасается что он может вас потерять потому что он знает что у вас позиция такая как бы надежная твердая до что вот из этой лодочки где вы плаваете в своем мире вы никуда не денетесь здесь есть такое и конечно же у него есть желание и будет приехать и снова донести вам вот свои чувства свое сообщение здесь конечно он будет себя защищать то есть он будет себя оправдывать он будет свое поведение на семерка жезлов обычная да то есть он будет стоять на своей позиции притворяться что он такой сильный может быть лев и что он такой страшный и какой он важный что сколько у него дел и все такое прочее что от него многие люди зависят он такой командир на самом деле он придет с такой под маской будет у него может быть даже где-то несколько раненый как ребенок потому что рыцарь чаш это такой романтичный человек которому нужна поддержка который хочет теплоты радости может быть где-то в мире он выглядит как такой сильный бизнесмен прочный да а на самом деле он может быть внутри как а маленький мальчик или девочка уж если на то пошло здесь выпадает позиции страхи и опасения здесь выпадает карта смерть нам здесь говорится о том что или вы или он уверены что так продолжаться не может конечно рано или поздно наступит он естественный конец смерть это естественный процесс это не башня это естественный процесс когда как было раньше уже не будет то есть он знает это что даже если он и придет то как было раньше уже не будет ну да мы же видим здесь ам пересекает его путь и вот последняя карта старший аркан мир когда человек или ситуация полностью перерождается цикл заканчивается может быть он придет вам сказать до свидания конечный итог это девятка жезлов здесь она очень интересна эта девятка жезлов видите там кошечки они за этой мышечкой как будто в какую-то мышеловку да и подглядывают то есть скорее всего человек у него нет намерений никаких физических шагов сделать по отношению к вам а вот если подглядывать а вот если смотреть на вас издалека и может быть даже мучиться это он готов с вот такой романтикой он готов справиться а вот что-то делать как бы физически в этом мире он еще абсолютно не готов хотя ему хотелось бы хотелось бы скорее всего очень этого но девятка жезлов говорит ближайшем будущем что планов таких у него нет планов на грандиозные перемены в материальном мире у него нет здесь происходит огромный душевный какой-то переворот и душевное может быть переосознание чего-то потому что есть старший аркан такие которые довольно таки одинокие я бы сказала здесь человек меняет может быть даже к свой какой-то социальный круг то есть он меняет все может быть вокруг своей жизни где он данный момент живет ну потому что или может быть у него наступают такие времена когда он чувствует себя что он все что было раньше где в том месте где он есть она уже себя отживает и приходится много потратить своих сил особенно духовных сил для того чтобы просто выжить а ему бы хотелось конечно теплоты и любви не просто выживать а жить сам я не знаю с чувствами с чувством того что у него есть где-то родная душа то есть его это радует ваше присутствие в его жизни этого человека очень даже радует но сказать что он может поменять физически чтобы вы были вместе может быть он даже и не хочет может быть и ваш семейный очаг или если бы вы были вместе он страшно боится это бы потерял а ваш весь романс или ваше ваше все духовное притяжение потеряла бы для него ценность потому что это как будто человек такой платоническая любовь на расстоянии это хорошо а когда она сталкивается с бытом это не очень ну вот так девочки и мальчики кому это нравится здесь есть возможность что продолжение следует это не конец с вами была александра будем смотреть дальше как жизнь повернется приходите смотрите расклады я выхожу в эфир каждый день в эфир прямой эфир на канале youtube где мы делаем общие расклады на ближайшее время и также я отвечаю на вопросы от карты таро спрашиваем карты таро и получаем ответы на ваши вопросы в прямую живую приходите с вами была александра пока